Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале RedArmy Airsoft и сегодня мы посмотрим на сутулую собаку. Нет, не на эту. Мы же продолжаем серию видосов про новые привода для CQB, поэтому сегодня мы будем смотреть на новый привод от G&G PRK9 Сутулая Собака. Я серьезно, в магазине Airsoft Store он именно так и называется. Вот пруф, если не верите. Магазин нам говорит о том, что это вольная фантазия дизайнеров G&G на то, как может выглядеть пистолет-пулемет в ствольной коробке от АК. Многие из вас наверняка сейчас скажут, что пистолет-пулемет на базе Калаша это PP-19-01 Vitis, а это какая-то нереалистичная дичь. Как бы не так. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Дамы и господа, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем наше фрик-шоу в мире оружейных животных. Уберите от экранов особо впечатлительных и реконструкторов со слабой психикой. Сейчас вы увидите кадры, после которых ваш мир уже не будет прежним. Итак, мы начинаем. Ультра-короткие и кустарно обрезанные АК в мире огнестрельного оружия оказывается совсем не новинка. Чаще всего их клепают на коленки всякие бандиты и боевики, которым нужен компактный автомат для скрытого ношения. А нормальное оружие взять просто негде. Появляются эти исчадья ада следующим образом. Берут какой есть калаш и с помощью ножовки, напильника и такой-то матери производят на свет еле как работающий огрызок калаша сверхкомпактных габаритов. Фотографии таких перепилов, захваченных у боевиков, если постараться, можно найти с помощью поиска в интернет. А еще товарищ, которому можно верить, рассказывал, что подобный трофейный огрызок можно найти в музее ЦСН ФСБ Альфа. Но если вы вдруг сейчас решили, что подобные огрызки это только удел бандитов, то вы тут тоже ошибаетесь. Например, вот эти ребята совсем ни разу не боевики, а самые настоящие пакистанские полицейские. И оружие у них тоже местного производства. Вопрос как и зачем, мне кажется, лучше даже не задавать. Пакистанским полицейским виднее, зачем им было издеваться над бедным калашиком. На этих фото патрон, конечно, используется не 9 мм, а 7,62х25ТТ. Что логично, диаметр пули совпадает с автоматным калибром 7,62х39 и ствол остается, какой был. Вот вам похожий трындец, но уже под калибр 9 мм. То же производство где-то в тех краях. А вот более цивильный пример АК под 9 мм для гражданского рынка и магазины от Глока. Зачем? Не иначе, как во славу сатаны. Ну или потому что могу. И это совсем не единственный пример. Вот вам вариант совсем ублюдочно укороченного калаша из Румынии. А я вас предупреждал, что материал будет совсем не для слабонервных. Если кто-то будет говорить, что ваша сутулая собака от G&G это какой-то ублюдочный покемон-ган, которого не может быть в мире огнестрельного оружия, просто покажите им это видео. Они поймут, что бывает еще и не такое. За материалы, кстати, отдельное спасибо чатику страйкбольной велосипедной бутылки, которые поделились пруфами для видео. И теперь, когда мы разобрались, что подобные огрызки от калаша это совсем не выдумка страйкбольных производителей, посмотрим на привод от G&G. Корпус тут металлический с пластиковыми элементами фурнитуры. Ствольная коробка, алюминиевый сплав. Крышка ствольной коробки выполнена из стали. Забегая вперед, скажу, что бодик тут выполнен по классической схеме от Tokyo Marui. Францет крепится к ствольной коробке винтами, и он же образует магвелл для магазинов. На крышке ствольной коробки есть рельсы для установки прицела. Штатные прицельные приспособления – это мушка и съемный диоптер. Цевье, если его вообще можно так назвать, алюминиевое. Состоит, по сути, из трех рельс – нижней и двухбоковых. Сюда лучше сразу поставить какую-нибудь рукоятку. Ну, потому что удобно держаться за само цевье тут можно только людям, ну, с совсем маленькими лапками. Внешний ствол с резьбой М14-левая, которая прикрыта защитной гайкой. Сюда можно установить трассерную насадку. Ну, или стальной ПБС-4. Гулять да гулять. Органы управления стандартные для АК-серии. Флажок переводчика огня с тремя положениями. Предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. Рукоятка заряжания складная, выполнена из стали и нужна, чтобы получить доступ к регулировке хопапа. Хопап тут, кстати, не стандартный, а роторный. Тут, разумеется, есть спусковой крючок. Я думаю, вы и так знаете, зачем он нужен и что с ним делать. Кнопка сброса магазинов тут стандартная, как у других АК, но немного увеличенная, чтобы ее можно было нажимать указательным пальцем, не убирая руки с пистолетной рукоятки. Пистолетная рукоятка тут пластиковая, эргономичной формы с вырезом для пальцев. В тыльной части ствольной коробки находится не приклад, а респланка. По задумке сюда, наверное, планировалось поставить антабку для ремня. Но если вы совсем отморозок, вы можете поставить сюда тактическую рукоятку или, например, прицел. Внешний вид это уже не испортит. Теперь посмотрим на внутрянку. Понятно, что тут есть гирбокс, моторчик и хопап со стволиком. Камера хопапа тут внезапно роторная, что положительно сказывается на плавности и точности регулировки хопа. По моему личному опыту, это первая роторная камера хопапа для АК, которая идет сразу в приводе из коробки. Ближайший аналог это кастомные камеры хопапа от Combat Union. Камера хопапа фиксируется двумя винтами к вставке в ствольную коробку. Резинка хопа голубая G&G, вроде даже неплохая. Пупырь тут не обычный выступ, а состоит из двух параллельных направляющих, что должно положительно сказываться на стабилизации и закрутке шара. Коромысло камеры хопапа своей хитрой формы, а вот давилка обычный валик. Стволик латунный, окошко не очень большого размера, обработано так себе. Стенки гирбокса обычной, третьей версии, с 7-мм подшипниками. Цилиндр латунный с отверстием для ограничения объема воздуха. Голова цилиндра латунная с одним орингом и цельным плоским демпфером. Поршень пластиковый с полностью стальной гребенкой. Голова поршня пластиковая с одним уплотнительным кольцом. Нозел обычный пластиковый, без резинки. Тапит самый обычный, пластиковый. Пружина, разумеется, стальная, равномерной навивки. Направляющая пружины обычная, третьего типа, с пластиковым штоком и подшипником в основании. Шестерни стандартные, 18 к 1, с замедлителем тапита. Вместо стандартной контактной группы установлен модуль спуска с микропереключателя. Модуль, кстати, выполнен в форме и габаритах стандартной контактной группы. Если вдруг электроника G&G кончится раньше, чем вы этого хотите, то вы можете поставить сюда стандартную контактную группу. Еще к этому модулю подключается проводка, в которой есть плавкий предохранитель и плата с электронными мозгами привода. Все это называется, умными словами, модуль электронного спуска ETU и электронный ключ MOSFET. ETU обеспечивает практически мгновенную реакцию на нажатие спускового крючка. А MOSFET позволяет настроить отсечку по три выстрела, а также защищает аккумулятор от переразряда и принимает на себя скачки напряжения в электрической цепи. Мотор стандартный, короткий, на 25 тысяч оборотов. Аккумулятор внезапно размещается под крышкой ствольной коробки. Весьма неожиданное решение для АК без приклада и практически без цевья. Не правда ли? Магазины тут свои уникальные. Форм-фактор, как у магазинов от MP5 или PP-Vitiz. Выполнены из пластика с имитацией патронов. По габаритам магазины больше схожи с магазинами от PP19 и влезают в подсумки для него. А также в быстрые универсальные подсумки для PP. Примыкание магазинов происходит аналогично магазинам от АК. Упираетесь передним зубом магазина в переднюю часть шахты и аккуратно, без усилий, примыкаете. А чтобы вам было удобнее это делать, в шахте установлен резиновый магвелл, который, кстати, также убирает люфты магазина. Ну и напоследок немного порассуждаем, зачем в страйкболе нужен подобный продукт. Все-таки Tokyamaru и GNG о чем-то думали, когда подобное создавали. При чем тут Tokyamaru? А при том, что сутулая собака это своего рода последователь популярного в свое время привода от Tokyamaru – АК-бета-спецназ. Кстати, именно АК-бета-спецназ был моим первым страйкбольным приводом вообще. Я его купил в свое время с рук и неосознанно. Но в то время многие покупали такие привода, как эффективный калаш для CQB. Популярный тюнинг примерно выглядел так. Убираем приклад, ставим туда антабку, аккумулятор убираем под крышку ствольной коробки. В итоге получаем эффективный огрызок, который, помимо всего прочего, за счет маруевского хопа еще и точно и достаточно далеко стреляет. Сутулая собака от GNG по факту это уже готовая итерация такого привода. Он компактных размеров, с роторным хопапом, да еще под более компактные 9-мм магазины, которых на той же площади снаряжения можно разместить куда больше, чем стандартных магазинов от АК. Лично я вижу применение такого привода, как компактное оружие для диверсанта, который много ползает по всяким буреломам, окнам и деревьям. Прямо как на шрасте. Еще его можно рассматривать как эффективный привод для активного CQB, а-ля спидсофт, ну или как автоматическая вторичка для снайпера. Еще эта штука отлично подходит, чтобы одним своим видом вызывать гнев у реконструкторов. Для чего еще он может пригодиться в страйкболе, можете поделиться в комментариях. А у меня на этом все, с вами был Евгеньевич, не забывайте поставить уверенный палец вверх, я старался, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok